и зеленая вода ай да красавцы ай да молодцы ну да шедеврально по-другому не называть браво эталон ну я молчу про фасад это просто долбили видно отбойным молотком что запрещено и вот это как считаете друзья вот так нормально интересно что там надел застройщик а здесь просто дырка и это сделано вот так друзья друзья я в лифте это не строительный вагончик ну вот так должно быть эталон обратите внимание все пошло в трещинах но это детская площадка я попал в больницу а друзья добрый день я андрей артемов сейчас мы с вами находимся практически в центре нашего любимого города санкт-петербурга и посмотрим внимательно нас данный жилой комплекс от одного из ведущих застройщиков комплекс называется галактика про погнали а здесь в варшавском экспрессе строят один из самых больших фудкоров в европе а здесь будет городской парк то здесь живут люди они это все оплатили но будет городской парк то есть вы представляете что кто будет вечером сидеть на этих скамейках и что будет выпивать но соответственно здесь озеленением его здесь просто нет а когда я нахожусь здесь внутри у меня ощущение друзья что я попал в больницу такую хорошую российскую больницу набивное покрытие чтобы можно было покататься на велосипедах вместо травы здесь какие-то цветочки вот ну то знаете так ощущение что бабушка с грядки привезла свои дачи ну и вот это друзья это детская площадка из детской площадки между этими двумя домами вот такая штука я даже не знаю кто это крутилка и это песочница без песка прикольно трансформаторную будку прямо во дворе поставили это знаете такой местная достопримечательность вот здесь я помню как раз ходил смотрел но здесь видите тоже не как-то сделали швеллер остался но как-то так знаете очень специфически смотрится если нам пройти с вами в следующий двор то мы здесь уже видим для более взрослых детей площадку сейчас посмотрим друзья с вами и и ну и конечно оцените как застройщик сделал озеленение соответствует ли это его рендером и вашим ожиданием либо соответственно нет современное покрытие но мы видим здесь для маленьких детей аналогичных не знаю кто-то типа животинка какая-то вот крутилка здесь маленькая горка все больше ничего нет ну там еще дальше вот аналогичная площадка очень-очень скупо но и вот смотрите вот здесь хочу пройти почему здесь не сделали разделение но как-то видите все это не знаю делали делали и не додумали но при этом сразу отмечу что вот здесь не вы классная трава и мне нравится брусчатка она смотрится очень круто окрашена не садится что мне конечно это очень странно ведь в данном доме там внутри у нас вода это питерская русский алла красиво то как забыл как эта штука называется но действовать очень прикольный вид можно делать классные сэлфи классные фото вот такая виде пирамиды конструкции и вот здесь такой полукруглый фасад здания смотрится красиво сейчас пойдем с вами друзья на приемку квартиры посмотрим как застройщик сдает здесь такой выходит что-то по не хватает только знаете здесь скорой помощи машины бы стояли скорой помощи сто процентов в больнице ну ничего себе герметиком даже промазали чтобы застройщику сдать свой комплекс кроме подключения к сетям нужно еще и построить спортивную и детскую площадку вот на весь этот комплекс друзья вот вы сейчас видите спортивную площадку ну конечно такое отношение что здесь просто спортом никто не занимается по мне ее очень мало так же как и детской площадке и отсутствие больших и высоких деревьев из плюсов вот такой променад велодорожка большая местами зеленая трава кустарник цветы одна или двухлетний который как через какое-то время погибнут ну и соответственно здесь классная брусчатка мне очень нравится классно сделали смотрится так стильно дорого но и у меня еще есть вопросы к примеру вот к таким интересным конструктивным элементом от застройщика вот это что такое вот это чё что такое сделали это для чего дренаж кабель электрический не подключен вот очень странно вот тоже момент что это на спуск в паркинг немножечко отходим в сторону и обратите внимание какой совсем другой вид унылая унылый вид помещение инвентаря уборки территория обычная дверь торчит пена эти двери очень сильно ржавеет мы часто ему нужно здесь ржавчина и внешний вид конечно это двери ну не соответствует заявленному требованию к этому комплексу входные группы в уровень землей большой плюс навес а слушайте я понял почему они делали швеллер это типа под вокзал что-то такое сделали здесь конечно такой классный променад то есть принципе здесь когда ты здесь не живешь ты приехал прогулялся посидел вечером отдохнул здорово но полагаю что для людей это будет не плюсом так как у тебя во дворе большое количество посторонних людей и жители говорят о том что этот променад хотят как раз передать городу то есть понимаете город это каким-то образом будет обслуживать ли это это будет обслужить управляющая компания которую поставил сюда застройщик за счет жильцов но время конечно покажет и все поставит на свои места вот видно да что совсем недавно посадили с данном то доме но люди здесь довольны что хотя бы вовремя передает ключи парадная номер 7 галактика заходим у нас есть тамбур это здорово есть штука об которую можно вытирать ноги она заподлицо есть ограничители двери от застройщика здесь немножко зеркал черный потолок нет мытой плиткой зеркалами так выход и здесь у нас такой коридор но назвать это парадный не поворачивается язык обычный подъезд два лифта пассажирский груза пассажирский лифты отец регенерации энергии экономит до 70 процентов электричества в год здесь они смотрите сделаны вообще как строительный вагончик полностью закрыт таким металлом для того чтобы строители не убили сделано все аккуратно но внешний вид знаете ну хочется чтобы это было намного красивее хотя бы окрасили бы в белый цветом бежевый по цветком это было бы намного лучше но зато едет тихо или в стоит вот так если бы стоял бы вот так то объемные предметы было бы сюда легче длинномерной затаскать нежели чем когда он так нумерация квартир большие звонки на высоте двери два замка глазок ручка ну что давайте вместе посмотрим как застройщик передает квартиры это у нас друзья одна из лучших планировок трехкомнатная квартира входная группа здесь большая прихожая и коридор с левой стороны у нас блок под автоматы ну для трехкомнатной квартиры сами понимаете что достаточно небольшое количество 40 ампер си 20 и блоки на 16 при этом нигде ничего не подписано справа у нас сразу что удобно это санузел видна гидроизоляция розетка тепло шумоизоляция наверху мы видим противопожарную муфту вот она красного цвета друзья счетчики с автоматически это прямо до передачи показаний все так неплохо на первый взгляд труба кстати обычная самый дешевый пластик который ставят во всех домах могли бы поставить и чугун раз это бизнес-класс из плюсов обратите внимание что тройник на достаточно низком уровне это хорошо он стаканы видно зеленого цвета вентиляция обычная здесь приемщики с авангарда здесь стенка светится смотрите как классно сделали опа видите друзья на камеру смотрите как раз эталон красавчики забыли забыли вот здесь видео может все пошло и вот такой закуток конечно не к селуне городу как говорится но сам туалет достаточно большой стенки здесь межквартирные они все из газоблока держится крепко поставлено все на клей перемычки у нас бетонные похоже они их сами делают молодцы и вот здесь вообще никаких вопросов по стенам у меня примеру не возникает стен как соседям из бетона это плюс здесь эта кухня-гостиная как я понимаю вот эти тоже пробили вентиляционное окно вот она кстати и трещина вот видите разный материал газоблока плотность 1 здесь у бетона друга и вот она трещина вот они вот здесь конечно к самоле здесь видите как сделает застройщик оставил подарки тут блок один подперли другим на чтобы стирка не рухнула трыдец конечно могли бы что-то сделать это получше здесь я смотрю что прям за радиаторами не везде что который стенку останется только шпаклевать подводка снизу деформационная лента вот она обрезана так ровненько молодцы очень красиво все окна поставлены стеклопакет у нас одна однокамерный поставлен на пластины парализационная мастика есть пластина для установки подоконника но обратите внимание все пошло в трещинах мы понимаете промерзание продувание естественно здесь возможно это у нас лоджия лучше совсем не глубокая здесь около метра но зато здесь теплое остекление до теплые нет здесь холодное остекление но за счет ширины штапика и соответственно можно будет поставить теплое но сам профиль конечно тоненький если был бы толще было бы лучше для безопасности до классно скрепили все вот наверху прикольные квартиры где я своя такая небольшая терраска есть вот он у нас выход на балкон выходим и здесь очень страшно смотрите сюда вот эта бетонная стена тут на 1 сантиметров 15 видно что они вот срезали болгаркой это просто долбили видно отбойным молотком что запрещено закладные за заржавели вот она арматура ржавы так не должно быть все это открыто здесь нет утеплителя но я молчу про фасад вот так должно быть эталон гидроизоляцию вот здесь например вот здесь и должна быть это видно по проекту у них так сделано кривое окно здесь здесь о вот эта панель вот это она должна быть вот здесь технологии мокрого фасада там базальта утеплитель но принципе достаточно глубокая здесь можно поставить и стол и стулья и разместиться здесь у нас просто монолитное перекрытие такое есть застройщики которые это делать намного намного лучше ребро жесткости датчика не вижу противопожарного идем дальше по коридору с левой стороны ванна сейчас покажу раз два три комнаты давайте начнем с ванны ванна большая первый конечно вопрос что находится за этой стеной там бетонный либо там такая же стена к соседям если это бетонный утеплитель хорошо есть такая же стена то соответственно со звукоизоляцией могут возникать вопросы закрыта на заземленная розетка аналогичная вентиляция но в таком доме бизнес-класса конечно могли поставить бы механическую вентиляцию но это стоит дороже за строчку видно хотел заработать побольше с коммуникациями все аналогично даже есть видите свет интересно работает не работает комната ведь авангард с чемоданчиком ездит на все таскает час проверяет полностью квартиру потом посмотрим что скажут ну тут видите также заштукатурено пароизоляция уже отошла то есть это соответственно брак это надо переделать вот видите то же самое он просто дырение то есть все как в пустыне сахара пошло вот здесь аналогично еще одна комната здесь огромный плюс что обратите внимание что большое количество световых проемов это конечно все здорово мне все нравится но то меня возникает например вопрос как и многих жильцов вот к этим конструкциям тут пластик гипсокартон спасибо что не замазали будет проще открутить и посмотреть что внутри по идее там должен быть утеплитель вот как это все сделала организовал застройщик так соответственно у вас и будет в холодное время комфортно зимой но соответственно тоже узнать вот немножко мне непонятно почему нельзя было сделать заподлицо с бетонной стеной зачем зачем это ну тут тоже ведь как это уже финишная отделка ну конечно могли бы сделать и поровну зато здесь достаточно хорошие приятные окна двухкамерный стеклопакет даже на проветривание открыл аирбоксы сверху такие модные знаете непонятно что здесь будет зимой конечно по нормальному я бы если была бы моя квартира я бы это все был раскрыл бы и посмотрел что внутри нужно ли что-то переделать чтобы потом моя семья не мерзла зимний период розетки от застройщика достаточно в принципе количество ручки кривые а вот здесь вот здесь знаете спрос вот это одна из самых недорогих фурнитуру которую можно было поставить недорогой уплотнитель который можно было тоже найти однокамерные окна но ответьте как сдают то есть они вместо того чтобы даже окна не отмыли то есть они вообще-то не заморачивают это вековая пыль там за два года что они строили все вот у вас здесь на окнах есть шумоизоляция большой плюс здесь даже герметиком прошли и вот эти кстати дома где не вент фасад а где мокрый фасад а я не удивлю что они прослужат намного дольше да вот вечером все будут собираться будут гулять дети и закрыта территория не может идти и речи стать очень туго работает окна настроена к туговато по мне и еще у нас с вами одна комната вот она самая темная комната из-за того что здесь еще одна лучшая но из плюсов что здесь не сэндвич панеля здесь нормальное стекло здесь чуть шире видите мусор собирали и забыли выкинуть где защита покрепче держится но и вот такой больничный вид на променад сейчас вам друзья покажу и расскажу о нюансах которые здесь увидел на первый взгляд обычно нормальный проем но когда вы будете устанавливать в мастер дверь вот сюда встанет нормально наличник а так как здесь нет стены то соответственно его придется подрезать и вот с этой стороны аналогично так что по нормальному вот так немножечко отрезаем вставляем сантиметров 10 а здесь соответственно наращиваем и тогда будет дверью все хорошо и с наличником тоже при помощи моего электронного друга давайте измерим высоту потолка два метра семьдесят четыре сантиметра в доме бизнес-класса а какой у нас допуск на стяжку межквартирный коридор здесь у нас на потолке гриль а то обратите внимание к кинцева себя это забрала здесь сделано очень неаккуратно если бы прошлись бы герметиком смотрелось бы лучше потому что он в принципе белый такой же цвета как и стена и смотрелось бы красиво но здесь могли бы тоже выкрасить вот такой цвет был бы лучше здесь счетчики на электричество ну понятно ничего не отмыто уже все разбито в трещинах пленка не снята хотя бы закрыта до молодцы а звонки кстати прикольные кто это ли грант ли грант ничего себе сделано классно стояли бы ниже было бы практичнее ну вот видите вот такие места то здесь застройщик не заслужился это знаете сделать красиво смотрите да сушки вот здесь очень интересно просто вывели значит там нас кабель-канал круглый и вообще честно говоря непонятно что здесь застройщик хотел сделать это просто вентиляции ли что но зато спасибо хотя бы есть вот такие красивые реально красивые указатели трехмерные и здесь находиться приятно но почему вот это пас не поставить ровно к стене вот мне непонятно почему такой уровень высокий людей но и красили видно там конечно не прокрасили просто вот эти пальцы указательный просто целиком вылазит здесь расстояние меньше ну такое качество здесь тоже стенка ведь она такая под углом и и конечно радиатора надо было чуть не может быть ближе к стенке ставить гипсокартон и там утеплитель как раз вот к этим окнам у всех людей вопросы о как классно сделали смотрите значит здесь не спутна эти обычно есть сверло из различные насадки для того чтобы это сделать ровно и красиво даже здесь обрезать не смогли хотя бы я не знаю там не знаю штукатурка бы что закидали не я зачем здесь видите получилось а здесь такое ощущение что другой пришел мастер и у него здесь не получилось но и ржавый радиатор новым с данном доме конечно оставляет желать лучшего не у всех кстати в коридоре есть вот такие большие окна то есть это огромная редкость здесь они есть их конечно по-нормальному нужно отмывать но уже будут отмывать за счет за людей жильцов также вот здесь обратите внимание друзья на крепление да вот где лицевая фасад фасад со стороны улиц там это все сделаны клеймеры внутри то есть их не видно здесь видите они видны и сразу внешний вид совсем другой ну и конечно плиточку могли бы поровне положить бизнес-класс как никак лестничный марш здесь внутри все здесь уже шуба пошла здесь так бизнес-класс а здесь эконом класс во многих советских домах вот были вот такие светильные приборы были конечно смотрится дешево вот здесь непонятно почему здесь нет стекла почему я не вижу кто стоит там но должно быть какая-то безопасность выходим лестничный марш обычная шуба лестничные марши завода грязнющие обратите внимание все в цементе в бетоне ничего не отмыто площадки закрытого так красиво плиткой бордюрчик из плитки здесь сидели давайте поднимемся наверх поднялся на последний этаж а здесь еще хуже да уж не смогли вот так мусор есть ах не видно ничего но затем здесь тоже 11 этаж те кто немножко цвета не различать могут вообще не увидеть надо было хотя бы вот такой контрастного цвета сделать цифру 11 ну как-то это не очень ну то что окрасили здесь могли бы поровни все сделать ладно хотя бы хоть так здесь не отмыли тут провода торчат вы знаете здесь отверстие чуть меньше нежели чем забрала но аналогично не прошли герметиком видно такой уровень друзья я в лифте это не строительный вагончик но мне ощущение что так два-три года вы будете в своем бизнес-классе кататься вот в таких вагончиках но хотя бы были покрасили бы в белый бежевый цвет но слов нет когда вот такой ты видишь и тем более за свои деньги есть еще один променад который ближе к московскому проспекту вот там впереди самый крупнейший строит food core в европе я вот прекрасно понимаю что вот здесь может быть лужа а вот здесь может большое количество быть мусора вместо этого газона парадная номер шесть галактика про bass ip все можно сделать с телефона но скажу что он на айфоне и на андроиде приложение достаточно криво работает потому что у меня в доме тоже стоит bass ip современного ответе кнопочку какую-то можно вызвать но здесь есть ограничитель двери от застройщика и это сделано вот так друзья и видно что они это уже переделали ладно заходим первое что видишь да есть большой красивый тамбур даже и зеркала слева колясочная справа колясочная и вот знаете здесь в одной из колясочных есть секрет обратите внимание вот видите это почтовые ящики то есть чтобы пройти к ним нужно зайти в колясочную ну а здесь вообще все закрыто даже ничего не видно сервис недвижимость уважаемые собственники остерегайтесь мошенников мой дом эталон поэтому у нас дверь вот так открыто у меня нет никакого ключа она просто не закрывается до конца в новом с данном доме вход через который зашел здесь колясочные с почтовыми ящиками это просто колясочные вот смотрите друзья идем дальше первый конечно нюанс это из-за вот таких больших коридоров вот сейчас я спиной иду к лифтовому холлу и обратите внимание вот видите какой угол когда вы тащите что-то крупногабаритное и длинномерное то не повредить вот эти углы не представляется возможным о чем думал архитектор когда это проектировал ладно архитектор строители в сданном доме обратите внимание вот здесь просто кабель торчит и вот здесь здесь должны быть световые приборы их друзья здесь нет поднялся на последний этаж мало того что здесь очень душно и нигде нет вентиляции но и в бизнес-классе обратите внимание здесь вот отсутствует нумерация на каком находится этаже лифт то есть для чего это друзья вообще принципе нужно это очень удобно и практично то есть ты смотришь вот тебя видите кнопка вызова всего лишь одна этот пример на третьем этаже этот на первом нажимаешь и видишь что лифте поднимается а когда ты нажимаешь дешево ничего не происходит и даже не понимаешь едет ли не едет ли что с ним случилось вот аналогично здесь забрала чуть лучше установили но могли бы пройти герметиком но видно герметик наверное под санкциям и поэтому его здесь очень очень сильно экономит вспомнил вот за этой штукой тепло счетчики натопления и вот здесь на последнем этаже есть тоже забрала обратите внимание здесь такая красивая неровная щель герметика естественно пожалели а здесь просто дырка и наверное это единственное место как здорово как отсюда такая классная тяга прохладного воздуха это так понимаю для системы наверно а это для обслуживания это похоже система для пожаротушения наверное вот вентиляция видно но обратите внимание как бизнес-классе застройщик реализовал систему пожаротушения нет слов торчащие провода вот так сделано ну как назвать на убога это можно есть где сделано намного лучше обратите внимание посмотрите мой обзор жилого комплекса магнифика посмотрите как там сделал застройщик в комфорт и бизнес-классе небо и земля ну что идемте смотреть еще одну квартиру а сейчас мы с вами друзья посмотрим евро двухкомнатную квартиру при входе нас встречает большая прихожая и окна как это все здорово ну давайте смотреть первое не хватило штукатурки у мастеров эталона распаячная коробка приоткрыта так вот ванная комната здесь у нас здорово что бетон автоматы здесь их просто садя еще криво стоят все пьяные были знаете таких завалились так вся 3 ампера си 32 и блоки nc 16 последний сидеть ничего не подписано как и в квартире другого собственника по газоблоку вот здесь вопросов нет но вот смотрите вот этот верхний слой конечно здесь достаточно мощно зачеканено расстояние должно быть чуть меньше соответственно чтобы ничего не подрезать не ставить там куски газоблоку просто так все закрыли ну конечно хотелось бы посмотреть что там внутри потому что от этого будет зависеть звукоизоляция ванная комната на первый взгляд здесь все хорошо и все нормально если не внимательно смотреть со стороны здесь мы видим что-то наподобие вентилятор но это друзья просто обычный кожух здесь нет вентилятора знаете такая обман очка поставлен от застройщика аналогично ладно это нормально запорная арматура вот она фильтры грубо очистки щетчики с передачей данных уже подключена самая дешевая труба которую ставят во все дома эконом-класса вот здесь это труба горячего заснабжения до горячая здесь по нормальному должен быть клапан который сбрасывает воздух его здесь просто нет собственники должны будут поставить сами вот эти технологические отверстия после залива бетона должны быть закрыты зачеканены ровно красиво но здесь что-то у застройщика не так единственное что здесь конечно я вижу большая высота потолка чуть позже мы ее измерим теперь у меня вот можно посмотреть часа прикроет окна плотники какие осмотрим на окна в первой квартире когда я смотрел обратил внимание что здесь везде там по углам такие резиночки прошли все нормально но друзья это не резинки смотрите что это это просто пластик и застройщик его приклеил так смотрите вот он вот не обычный силикон так чтобы показать что-то типа вот все так здорово на самом деле нет и у жильцов у всех большой вопрос к этим окнам почему к этим окнам потому что вместо вы знаете было бы здесь остекление вот по вот этому проем да вот соответственно не было бы вопросов здесь было бы также но вот здесь гипсокартон там должен быть утеплитель надеюсь что он там есть а стенка то совсем тонюсенькая вот она друзья все здесь я плиты вент фасада вот эта плита и все и здесь больше ничего по нормальному конечно нужно ждать холодного времени года для того чтобы сделать тепло визионное обследование фурнитуру бы под настроить плотно окно закрывается качество монтажа гипсокартона смотрите да здесь уже 8 миллиметров обратите внимание что здесь прикрутили не попали продырявили утеплитель выкрутили вкрутили сюда дырка вот этот элемент подлежит однозначно замене саморезы очень глубоко вкрутили очень глубоко но здесь тоже не ровно то есть как они так все это сделали вот честно говоря непонятно потому что к этим элементам основные вопросы жильцов но это тоже да знаете это даже в принципе можно сказать мелочи с тем что есть вот здесь мы с вами находимся на лоджии на первый взгляд все нормально алюминиевый профиль все в порядке но обратите внимание что вот есть такое пространство с одного этажа с последнего на предпоследний значит здесь направляющие прикреплены к монолитному перекрытия на которых держится соответственно остекление в дальнейшем застройщик закроет это все базальтовым утеплителем и закроет такой металлической площадкой ну соответственно звукоизоляция сами понимаете будет не такая как если бы это был бы примеру монолитное полное перекрытие я еще когда здесь снимал может быть даже в этой квартире был я помню что вот здесь просто дырка к соседям по-другому не назвать послушайте звук там пустота там просто воздух и вот очень интересно что там надел застройщик если они вот это маскируют под резинки вот такую кусок убогового пластика что на самом деле там я вот здесь смотрим смотрите вот здесь они прошли герметиком да вроде молодцы все хорошо но как смонтированы панели из гипсокартона непонятно вот это алюминий окрашенный вот такой пленкой не пленка планкой пластиковой ведь они закрыли шов чтобы не было видно что-то гипсокартон вот его срез белый обычно вот они просто это так закрыли и конечно на первый взгляд все смотрится красиво но за этой красотой скрывается совсем другое смотрите вот на эти волны наверное балтийского моря или нашего южного но смотрите на как так как так можно сделать это кухня-гостиная и вот здесь конечно но так как бы если будут часто готовить наверное будет тепло но вот здесь очень много возникает вопросов первый естественно закрытую дырку к соседям сделаю вставку поставлю фото чтобы вы это видели как на самом деле все это есть здесь мы видим те же волны он действительно герметиком заливали там от души когда монтировали не смогли сделать ровно если посмотрите вот на этот элемент из гипсокартона тоже видно что вот они продырявили не зашло и закрепили в другом месте то есть они даже сами не знают где мы что находятся закладные не делюсь вообще что это все базальте например держится подрезана криво косо ну блин кто занимается гипсокартоном оценит ну некачественно саморезы очень утоплены при этом смотрите черные саморезы белые саморезы блинут похоже наш на этим собирались достатков из того что были этот недокручен этот наискосок этот перекручен вот здесь все видите вот ну блин я не знаю вот люди строят за деньги продают дорого квартиры вот это как считаете друзья вот так нормально я считаю что нет и это тоже еще не все я сейчас еще все остальное покажу вот найти вот непонятно как чего думали дальше вот я смотрю знаете вот архитектор что-то планирует делать вот здесь обычный проход там восемьдесят четыре там сантиметра здесь зашили они все 8 сантиметровым газоблоком вент короб обычно с бетона такой стоит во всех советских панельках здесь у нас аналогично смотрите вот она идет самая дешевая труба горячая холодная вода естественного сброса воздуха тоже ничего нет здесь что-то там текло но почему было не зашить гипсокартоном нафига было вот это все городить например мне честно говоря непонятно и в этой скажем большой однокомнатной квартире есть выход на балкон но мало того что застройщик оставляет определенное количество грязи видно для того чтобы люди точно видели чего сделан его дом здесь смотрите момент какой здесь конвектор то есть в уровень полом в дальнейшем здесь людей будет вот такой тип радиатор до современного провода что-то здесь видно не хватает я вот вижу видите вот здесь что-то должно быть то ли электрический кабель то еще что-то здесь это все не подпитана по мне конечно странно как так вообще можно сдавать и вот это все было вот такой диспешечкой прикрыты теперь смотрим сюда вот он у нас выход на балкон выходим и здесь очень страшно смотрите сюда вот это бетонная стена тут на 1 сантиметров 15 видно что они вот срезали болгаркой это просто долбили видно отбойным молотком что запрещено закладные заржавели вот она арматура ржавой так не должно быть все это открыто то есть они здесь как следует налажали вот она видите связывали арматуру вот она проволокой а это все потом сдолбили вот так оставили они даже это не закрыли цементом не удосужились но зато для отвода воды поставили вот такую трубу в бизнес-классе чтобы прохожим она лилась прямо на голову здесь у нас колонна несущая просто закрыли вент фасадом и все без утеплителя здесь тоже нет утеплителя здесь нет утеплителя голый бетон без утеплителя и вот здесь он есть немножко торчит из плюсов здесь конечно хороший вид на соседей ниже этажом ну и соответственно на стальные комплексы которые застроили вместо завода петнул такое было хорошее место атаки вы честно говоря испоганили вот это называется друзья бизнес-класс вот видите там строители от застройщика еще что-то там пытаются доделать вот так людям и дают в грязи и вот здесь видите тоже он там крепили не докрепили ну я молчу про фасад качество как говорится на лицо все трясется криво косо здесь вообще он там рука наверно залезет и вот здесь смотрите как все это сделано вот как только у вас руки не знаю повернулись чтобы так все это изуроливать здесь одна щель другая все вот такое но тоже вот моменты смотрите вот эта обшивка вот так должно быть это лу вот так ровно обрезанная плитка тоже должна быть здесь одно расстояние здесь другой это просто какое-то издевательство над своими клиентами а вот это что торчит вот видите шпильки оставили гидроизоляцию ну вот здесь напрямую вот здесь и должна быть это видно по проекту у них так сделано кривое окно здесь здесь о вот эта панель вот это она должна быть вот здесь это не смогли сделать друзья потому что нужно ее было чуть-чуть туда утопить и вообще непонятно что там за ней у 10 обратить внимание сверху смотрите как классно запилен угол под 45 градусов браво эталон здесь какие-то зеленые панели вообще кирпич какой-то видим видно еще там не доделали до конца ну я не знаю почему так но здесь вообще честно говоря страшно стоять очень страшно вот видите как все чуть ниже сделано закреплено ну вот как все это держится непонятно но зато если выглянуть из окна то здесь конечно очень красивый вид это наверное единственный плюс этой квартиры в жилом комплексе галактика про закрыл дверь и вижу опа не хватило пару миллиметров гипсокартона и здесь тоже здесь дырень здесь дырень черный саморез белый саморез этот вот почти заподлицо немножко торчит чтобы он этот черный туда же в топили блин а вот здесь такая трещина идет самого верха тоже знаете не очень приятно миллиметром раскрытием уже даже чуть больше местами розетка хочешь поверни вот так хочешь оставь вот так спасибо застройщик надо все делать под 45 градусов наверное здесь например демпферные ленты здесь на не обрезана здесь куска не хватает стяжка треснутая да в каждой квартире разное качество так а это у нас это не за чеканили и такое ощущение что знаете ли как будто били на столбики такие вот если взять на расплоскогубцы мне кажется это можно вытянуть этим как все по выходило даже он отсюда хочет убежать просто свалить отсюда шедеврально по-другому не называть ну и конечно если есть возможность надо обязательно брать организацию которая занимается приемкой чтобы отметить все вот эти нюансы и одессате видите тоже сделали вентиляцию возможно планируют что здесь будут конденсаты чтобы хоть влага куда-то уходила сделали дополнительно вентиляцию в коридоре при этом она здесь в принципе не нужно вот здесь так смотришь он все просвечивается то есть вообще не утеплитель и ничего не просто закрыли бетон и винт фасадом и все на этом вот такое высокое качество да и здесь вот верхний обратить в центре кадра как раз что такое ощущение что он просто в воздухе висит что-то не тут тоже под накосячили а вот друзья вышел из подъезда который застройщик почему-то называет парадная и вот смотрите да вот на эти моменты вот как ровно красиво сделали вот первый то что здесь по идее должно быть вылезано потом смотрю ну вот видно да мастерство то есть ровно сделать не могли здесь одно расстояние здесь другое как аналогично здесь ну хотя бы клеймеры крепко держится торчит пена но через какое-то время выгорит все это отвалится сделали такой отливчик видно что туда влага не попадала и вот смотрю я вот на эту конструкцию то есть вот это обычный дренаж то есть здесь течет вода когда идет дождь и вот здесь даже следы видно что вот здесь она стояла вот она вышла есть кабель для того чтобы там зимой соответственно не было льда не собирался но а куда дальше то воде вытекать вот по следу последуем видно что где-то это вот здесь было и куда-то текло это все вот сюда то здесь понятно что когда это все замерзнет когда будет отепель потом замерзнуть начнет вот этот булыжник оттуда выворачивать здесь будет с отмоской аналогично вот не знаю если только куда-то когда много вот сюда она потечет ну вообще по мне странно также вода вот от застройщика это вот как образцы они оставили вот честно вот непонятно потом например вот смотрю тоже вот обрамление вот таких окошек вроде сможешь так все красивенько сделано молодцы а здесь забыли и вот смотрите как здесь застройщик сделал с утеплителем сейчас приблизим просто куски туда вбили я вот не удивлюсь аналогично аналогичное качество в ваших квартирах поэтому нужно ждать конечно зимы делать тепловизионные осмотры и смотреть что же там так надел застройщик мы его тоже да смотрим на колонну внимательно и понимаем как ровно и красиво делает застройщик вот по мне непонятно знаете платишь большие деньги почему не сделать ровно и красиво почему ровно не обрезать плитку почему пену не закрыть чтобы она не торчала то что так не должно быть ну вот сделали как сделали да когда сдадут самый большой футкор здесь будет совсем другое настроение и запах вот даже не нужно приближать камеру вы просто смотрите вот это фасад это вот это все бросается просто в глазах криво косо не могли даже сделать нормальное одинаковое расстояние к сипор и вот это у нас друзья гостевые места но вот не знаю кто это оставил все это закрытым застройщик или управляющая компания может быть они хотят за это аренду брать неизвестно но такое ощущение что это небезопасно потому что когда видишь открытый профиль вот такой открытый утеплитель здесь отсутствует стекло ну вот как-то найти вот страшно сюда поставить свою машину тем более в нынешнее время когда все стало так дорого чтобы не дай бог на нее упала вот это чудо конструкции от застройщика здесь у меня тоже возникает вопрос вот пример женщина идет с коляской то есть ей придется ее поднять почему они вот не сделали спуск такой я честно говоря не понимаю вот еще обратите внимание вот вы идете вот поэтому супер променаду вышли с колясочкой к своему машине она припаркована здесь а как спустить то блин ну почему вот так все делают через одно место но обратите внимание на сам фасад издалека это смотрится конечно лучше но клеймеры это крепление этих плиток она видно и в бизнес-классе я считаю что такое вообще недопустимо но и паркуешь машину здесь у тебя находится электроподстанция вот такая небольшая но могли бы я не знаю как то сделать в ее поинтереснее там хотя бы разукрасить понятно она должна быть но вот знаете когда вот этот твой двор ну как-то не особо я считаю это место для этой подстанции надо было внук как-то выделить другое наверное место для того чтобы не портила вот вид этого фасада смотришь а у тебя здесь первое что бросается в глаза это подстанция трава отсутствие деревьев вру друзья две штуки вижу две штуки в дальнейшем будет одна из достопримечательностей если как следует отреставрируют и конечно сверху если сделают что можно будет подниматься это будет такой видовое место и вот обратите внимание здесь обычная трава некошенная отсутствуют деревья и вот как-то вот это все знаете по мне смотрится достаточно уныло вот смотрю такая же труба ливневки да такое ощущение что это вот как раз со второго этажа вот труба идет это вот как раз у людей кто купил последние этажи у них там есть небольшая терраска вода сливается сюда потом сюда и вот это все будет течь вот здесь как раз где ваша входная группа айда красавцы айда молодцы походишь смотришь на фасад первого этажа и удивляешься как сделали качественно строители вот это обычный стандартный въезд подземный паркинг ну во первых здесь когда въезжаешь то есть вот он получается нет непонятно куда должна уходить вода то есть отвода воды нет непонятно вот здесь подогреваемое место или нет то что я понимаю опасения собственников когда в холодный период времени здесь просто может быть все воде будет проблематично заехать и выехать вот мы видим остатки лужи я понимаю вот по этим следам что сюда текла вода и текла на как раз вот туда вода течет самую низкую точку к сожалению здесь закрыто не пройти поэтому я не знаю там воде это не в воде но ответе она сюда не может подняться и нужно специального видно видно даже вот видите сколько много здесь воды было блин ни одной сетки ни одного дренажа нет как вот так проектируют не честно говоря друзья непонятно парадная номер 6 тамбур все нараспашку ну понятно делают ремонты об этом не будем ничего говорить и здесь обратите внимание почтовые ящики все это защитная пленка все здорово провод обычный провод который есть квартира 220 вольт здесь наверно должна быть какая-то подсветочка но в данном доме застройщик еще до сих пор не сделал видно все соответствует проекту из плюсов выход на улицу выход во двор и вот чтобы пройти к лифтам нужно идти вот по такому коридору для чего делать такие катакомбы для чего такие потери места я честно говоря не понимаю но зато это смотрится неплохо вот уже корректит о какой здесь большой лифтовой холл аналогично два лифта и все стоят вот так для удобства жителей а здесь застройщик видно планировал осветительный прибор но со сдачи прошло уже наверное полгода а так он до сих пор и не появился в шестой парадной галактики про не забывайте пишите застройщику претензии заявления чтобы устранял вот такие нюансы на потолке мы видим аналогичную картину просто у нас есть провода и нет осветительных приборов так издают красавцы но и конечно какой-то очень специфический специфическое дизайнерское решение оконных проемов вот эти видите белые панели здесь она толстая должна по идее переходить более тонкой сужаться ну как-то так а здесь видите здесь толстая тут толще все как-то сделано в разнобой но может быть это конечно и смотрится красиво но когда мы с вами были друзья внутри квартиры то мы с вами прекрасно поняли что это не практично и за счет вот этих конструктивных решений застройщика дизайнера его и архитектора в квартирах намного меньше света пылесос краска шпаклевка недорого и зеленая вода это питерская русский алла красиво то как а сверху над этим паркингом находится променад и вот мы видим как прекрасно сделана гидроизоляция водичка потихонечку капает и сегодня нет дождя и вчера его не было но видите есть лужица это остатки полет хорошо это будет очень и здесь все затопит вот еще соседние лужица так и строит а если здесь посмотреть наверх то здесь как-то странно и ребра жесткости сверху мы видим базальтовый утеплитель то есть они эту дырку закрыли базальтовым утеплителем красавчики а есть еще один нюанс этого комплекса вот эти окна это кухня и они друзья глухие то есть вы представьте себе на кухне глухие окна а застройщик говорит так должно быть а вот здесь разобрана стене галактики про как раз прекрасно виден как и в нижнюю часть обратите внимание заткнули остатками утеплителя идут волны это означает что вы не приклеили а просто смонтировали на грибки щели все криво косо и не удивлюсь что людей будет промерзание стен красота лепота день приемки управляющий компания попросит нести вас авансовый платеж поздравляем вы счастливый обладатель квартиры в жилом комплексе галактика про с новосельем однокомнатная квартира на момент съемки в этом комплексе стоит от 13 миллионов 500 тысяч рублей оцените в комментариях друзья как вам качество сдаваемых квартир и как вы вообще в целом комплекс понравился что понравилось что не понравилось на что вы обратили внимание друзья рад был вас всех видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк поделитесь ссылкой на это видео а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи а а а а Субтитры подогнал «Симон»